Почему вы кричите на ребенка? Недостаточно ресурсов. Если вы плохо питаетесь, мало спите и постоянно находитесь в состоянии стресса, ресурсы кончаются и вы переходите на крик. Вот несколько ситуаций, в которых у вас просто нет сил, чтобы быть хорошим родителем. Первое. Вы плохо себя чувствуете. Болезнь, хронический недостаток сна, финансовые или семейные проблемы, которые вызывают постоянный стресс, все это снижает ваши запасы энергии. Причиной криков родителей не всегда является поведение детей. Иногда причина кроется в усталости, депрессии, раздражительности, и мы начинаем кричать на детей из-за любой даже маленькой провинности. Второе. У вас нет времени на себя. Если вы постоянно находитесь с ребенком и не имеете даже часа свободного времени, рано или поздно это оставит вас без сил. В зависимости от темперамента ребенок может отнимать много или очень много энергии. Если вы не успеваете пополнять свои запасы, результатом будет крик и срывы. Третье. Вы перегружены. Вы пытаетесь сосредоточиться на каком-то деле, ребенок орет и тянет за ногу, звонит в телефон, падает и разбивается кружка с чаем. Перегруз информации заканчивается криком. Отстань от меня. Помолчи хоть секунду. Четвертое. Вы теряете контроль над жизнью. С ребенком трудно строить какие-то планы. Он в любой момент может заболеть, закатить истерику или заупрямиться. Если вы привыкли все контролировать, но с появлением малыша потеряли такую возможность, вас ждет раздражение и крик. Пятое. Вам нужна эмоциональная разрядка. Вы привыкли не выплескивать негатив, а копить его в себе. В итоге эмоции прорываются в самый неожиданный момент. А поскольку вы постоянно рядом со своим ребенком, обрушивается это все на него. Ребенок тут вообще ни при чем, но вы уже себя не контролируете. Несоответствие ожиданий и реальности. Интернет пестрит фотографиями счастливых малышей в чистой одежде и не менее счастливых родителей с улыбками до ушей. Реальное родительство мало напоминает эти картинки. В нем есть беспощадные детские истерики, привязанные к кризисам разных возрастов. Разорванная обоя, испачканная мебель, упрямое непослушание и много волнений по разным причинам. Иногда это застает родителей врасплох. Ребенок может много раз повторять то, что ему запретили, чтобы проверить, как отреагируют родители. Он может забыть хорошо и свойное стихотворение, которое час назад рассказывал с выражением, подраться с другими детьми и нагрубить воспитателю, жадничать, мусорить и совершать много других поступков, которые вроде бы не должен. Как с этим справляться? Найдите время на себя. Для профилактики нервных срывов и как следствие криков на детей обязательно нужно выделять себе время для отдыха. Желательно не меньше получаса в день, вне зависимости от погодных условий и желания домочадцев. Поверьте, эти полчаса в день, потраченные на чашку кофе с книгой, спасают вашу нервную систему от истощения. Научитесь выражать свои чувства. Этот совет для тех, кто привык терпеть до последнего, а потом взрываться. Поработайте со своими эмоциями, научитесь открыто проявлять их сразу после того, как они возникают. Сильные не жалуются, не плачут и с достоинством умирают от инфаркта в 40 лет. Осознайте себя в момент раздражения. Приучите себя к осознанности в момент раздражения и крика. Когда вы чувствуете, что сейчас сорветесь и накричите на ребенка, остановитесь и постарайтесь понять, почему вы это делаете. Чувствуете, что завелись, выходите из комнаты, примите холодный душ, выпейте чашку чая. Главное успокоиться и вернуться к ребенку тогда, когда вы готовы будете продолжать разговор в нормальном тоне. Научитесь разговаривать и объяснять. В первые годы жизни в мозгу ребенка формируется огромное количество новых нервных связей. Он впитывает все как губка. Каждое ваше слово, движение, манеру поведения и общение. Если вы кричите на него, он тоже будет кричать. На вас, если это разрешено, или на тех, кто слабее. Если вы не объясняете ребенку, почему вы кричите, он может начать брать на себя вину за то, в чем не виноват. Так работает богатое детское воображение в случае нехватки информации. Это опасно для дальнейшей социализации ребенка. Виноватое поведение будет провоцировать других людей на агрессию, начиная с родителей и заканчивая детьми в школе. Признайте, что ваш ребенок не идеален, как и вы. Осознайте, что вы не тот идеальный родитель, который улыбается вам со стоковых фотографий. Вы можете быть уставшим и раздраженным, не всегда контролируете свои реакции, имеете право на ошибку. Единичные случаи крика не сделают из вашего ребенка инвалида и не заставят его посещать психотерапевта до конца своих дней. Вы можете ошибаться, но постарайтесь этого не делать. А если снова накричали на ребенка, извлеките из этого урок. Займитесь планированием. Обметьте моменты, когда вы чаще всего кричите на ребенка. Например, это могут быть утренние сборы в садик, когда он убегает от вас и не хочет одеваться. Или вечер после работы, когда от уставшего взрослого требует игр и развлечений. Посмотрите, что можно с этим сделать. Например, вечером вы можете выкроить час для себя, отдохнуть после работы и набраться сил перед тем, как играть с ребенком. Или разделите это с другим родителем. Два часа играешь ты, два часа я. Если вас раздражает, что он убегает и не хочет одеваться, вы можете спокойно, без криков собраться и сделать вид, будто уходите без него. Объяснитесь, что у вас нет времени и вы не намерены терпеть это баловство. Скорее всего, ребенок с воплем побежит за вами, уговаривая взять его с собой и очень быстро оденется. Составьте список своих опасных моментов и напротив каждого пункта набросайте план, как справиться без криков. Даже если ваши способы не сработают, всегда найдутся другие. Нужно только проявить немного терпения и найти подход к своему ребенку. Вот план действий. Первое. Подготовка. Пополнение ресурса. Отдых, питание, сон, время на себя. Выражение своих эмоций. Отказ от накопления негатива внутри себя. Второе действие. Осознание до крика или в момент крика. Меры по успокоению. Отстранение от ситуации чай, душ или умывание, дыхание аффирмации. Анализ ситуации. Что вызвало крик? Виноват ли ребенок? Что вы чувствуете? Объяснение. Разговоры с ребенком о том, что он сделал не так? Какие чувства вы испытываете по отношению к нему и почему так делать нельзя? Ответы на все его вопросы относительно этой ситуации. Третье. Планирование. Обдумывание своего поведения в ситуациях, которые вызвали крик. Продолжение следует. Продолжение следует.